Значит, вопрос формулируется очень интересно. Если коротко, то где мы повернули не туда? И решая эту проблему, я вдруг обнаружил или предположил, что мы ни одного раза не повернули туда. Понимаете? То есть, вот эта история о том, что при Горбачеве была свобода слова, демократия, ну, это очень сильное преувеличение. В общем, главлит работал на китайском проезде. Вот, и то, что начало происходить с 1994 года, это война в Чечне тоже. Но вы как-то проскочили между Горбачевым и Чечнёй. Такое ощущение, что там ничего не было. Вот, 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 я кратко к этому и веду. Значит, у нас возникает гипотеза о том, что в России, я думаю, вы её поддержите, был очень короткий период демократия с 91-го года, когда ГКЧП не удался, до 95-го года. Но, если вы помните, то время, это же ведь было, ну, такие очень серьёзные споры, когда Рудской называл Гайдара всю команду мальчиками в розовых штанишках. Когда их обвиняли в... Меня обвиняли в том, что я компрадорская буржуазия, я выступал за открытую экономику. Открытой экономики, вот этого пути, которым шла, шли страны Балтии, его просто не было. Никогда. То есть, сразу закрыты аукционы, сразу... Я помню, вы были, по-моему, на этом реформ-клубе взаимодействия как-то у Гайдара в президент отеля, и там выступал Хандруев. Мы организовали и приглашали всех известных экономистов, в том числе, и на вопрос... 93-й год. Почему кредиты для коммерческих банков распределяются решением там специальной комиссии, а не рыночным способом? Он так и не смог ответить. Понимаете? То есть, вопрос еще проще. А была ли демократия в России? Если была, то какое время? И такое ощущение, что, ну вот Путин, все, что сейчас происходит, ну просто предопределено было. И если не при Горбачеве, то уж во всяком случае в начале, условно говоря, демократической эпохи. Скажем, было все предопределено во время Малюты Скуратова. Ну так, чтобы успокоиться и снять все дискуссии. Константин Владимирович, смотрите, ну, мы ограничиваемся только демократией или про экономику тоже? Если про экономику и про все, то, смотрите, вот, ведь в Советском Союзе не было никакого народного восстания. И Советский Союз как государство исчез не потому, что его кто-то сверг, да, а потому что структура, которая его содержала, КГБ вместе с КПСС, во время путча развалились. Ну, то есть, они рухнули, да, и выяснилось, что вот это вот, такой вот, как бы, каркас есть, каркаса нет, а только оболочка. После чего оболочка сложилась. И неожиданно, ведь Ельцин, он не боролся, там, вот, за то, чтобы выйти из Советского Союза. Я сейчас очень много сижу, читаю всякие архивные документы американские, вот, и там вплоть до 20 ноября Борис Николаевич утверждает, что они с Горбачевым обо всем договорились, что есть союзный договор, есть полномочия Федерального Союзного Центра, да, то есть развал Советского Союза, это не было какой-то вот результат народного восстания, уж точно не был таким злонамеренным заговором кого-то. Да, вот, просто так случилось, да, что там Ельцин хотел сесть на место Горбачева, вот, собственно говоря, в чем была задумка. Был еще референдум в Украине. Знаете, я расскажу свою теорию, ладно, а потом, вот, я к чему все это говорю, что развал Советского Союза и все, что после него происходило, это не было результатом какого-то плана, не было плана, не было времени плана рисовать, да, потому что все рухнуло в одночасье, и все рухнуло, условно говоря, между 20 ноября и 13 декабря. Потому что 20 ноября есть стенограмма разговора Ельцина с Колем и с Бушем, где он говорит, что все хорошо, с Советским Союзом мы договорились, 19 ноября Яковлев в Вашингтоне, Александр Николаевич тоже говорит, что у Горбачева с Ельциным терки, конечно, сложные, но они работают вместе, потому что они понимают, что они друг друга нужны. И 13 декабря Михаил Сергеевич Горбачев говорит своим сотрудникам, что все, я понял, что мне места нет. Вот в эти три недели все случилось. И решающим звеном был украинский референдум. Когда Украина проголосовала за выход, за независимость и сказала, что мы в Советском Союзе быть не хотим. Собственно говоря, вот эти три недели все оно и случилось. И как мы с вами помним, никакого народного восстания, никаких толп, никаких там даже штурмов здания ЦК КПСС не было, ничего не было. Это все вот такая вот развалюха. И, соответственно, не было никакого плана. А если мы посмотрим на содержание Советского Союза и на содержание Российской Федерации, то нужно было строить очень много чего. Начиная с того, что нужно было построить новое государство под названием границы. Потому что границы Советского Союза и границы Российской Федерации, они вообще-то говоря разные. Дальше нужно было перейти от тоталитарного государства в сторону демократии. Мы сейчас вернемся к этому. Дальше нужно было от плановой экономики перейти к рыночной. Дальше нужно было перейти от централизованного по сути государства под названием Советский Союз к федерации, в которой есть полномочия у регионов. А еще есть союзные республики, национальные республики, в которых свои отдельные права. Не случайно потом появился федеративный договор. И вот все это дело нужно было придумывать и делать с колеса. То есть вот что-то получилось, что-то не получилось. Ну вот если говорить там о переходе от плановой экономики к рыночной, то формально переход очень простой. Нужно просто взять и освободить цены. Вот это вот ключевое звено, на которое Горбачев так и не решился. Но только выяснилось, что после того, как ты освобождаешь цены, тебе нужно сделать еще кучу чего, чтобы экономика пришла в стабильное состояние. И вот это кое-что заняло в России практически 8 лет. До середины 99-го года вот со всеми со всеми нашими загогулиными. Соответственно, границы там как долго строились, да, и они там до сих пор не везде закрыты. Федеративный договор, я уж не помню, там в 92-м, 93-м году подписали, да, и долго выстраивали еще все эти отношения. То есть все это строилось. Вот. Но когда мы говорим про демократию, то мы же должны понимать, что демократия это некое такое общее слово. И демократия, условно говоря, в Соединенных Штатах отличается от демократии во Франции или в Великобритании, или в Германии, или в Японии. У каждой страны есть некая своя модель демократии, которая возникала на протяжении десятилетий или столетий. И поэтому считать, что вот там как с рыночной экономикой можно взять и что-то сделать, там, не знаю, там за 8 или за 10 лет, да, и вот сказать, что, знаете, мы за три недели построили демократию, у нас теперь демократическое государство. Это неправда. Так не бывает. Тем более, что, ну, я там категорически не согласен, что в России между, там, 91-м и 93-м годом была, там, сказать, с моей точки зрения Россия во все время правления Ельцина, президента Ельцина, Россия медленно, но двигалась в сторону демократии. Она строила демократические институты. Какие-то успешнее, какие-то менее успешнее, но тем не менее. Смотрите, там, Россия превратилась в федеративное государство. Да, и мы помним с вами, что Совет Федерации к концу правления Ельцина был очень сильной структурой. Не случайно Путин первым, с чего начал, он начал ломать Совет Федерации. Там заседали губернаторы, они витировали законы, они не принимали там ельцинских представителей в Верховный суд, в Конституционный суд. Ну, то есть, палата работала в рамках тех полномочий, которые у нее были нарисованы. Собственно говоря, и вот у республик были большие полномочия, доходы бюджета в тот момент делили и расходы, делились 60 у регионов, 40 у федерального центра. То есть, сейчас они наоборот, там 65 у федерации, 35 у регионов. То есть, деньги там. Мы можем говорить, что не успели построить местное самоуправление. Правда. Много чего не успели. Но, тем не менее, в сторону федерации движение отчетливо было. Дальше. Хотим или не хотим приедть. Демократия, это же вот самое главное, наверное, это разделение властей, сдержки и противовесы. Выборы, они важны. Но если у вас есть выборы, как в Советском Союзе, Верховный Совет РСФСР, который существовал там при Хазбулатове и Съезд Народных Депутатов, там были абсолютно демократические и свободные выборы. Кого хочешь, того и выбирай. Никаких уже запретов не было. Но там не было разделения властей. Потому что, если вы почитаете Конституцию Российской Федерации и РСФСР в составе СССР, то вся власть принадлежит Советам Народных Депутатов. И они могут все. Они вообще все могут. Они могут снести правительство, они могут предписать правительство, отменить законы, постановления, указы и так далее. И не случайно, ведь Ельцин на 92-й год, он там с декабря по декабрь, он получил специальные полномочия от Съезда Народных Депутатов, от Верховного Совета, чтобы его указы были наравне с законами. А в принципе, собственно говоря, в чем возник конфликт? Что Хазбулатов категорически отказывался признавать разделение властей. И он вот вопрос там Хандруеву, почему не распределяются деньги по рыночным способам? Рыночный способ это процентная ставка. Кто больше платит, тот и получает. Центральным банком в то время управлял Верховный Совет, потому что он назначал и снимал Герасченко или там Матьюхина до него. И, соответственно, Герасченко был сторонником того, что Центральный банк должен заниматься поддержкой промышленности. Для того, чтобы поддерживать промышленность, нужно, чтобы процентные ставки были низкими. А если цена низкая, то вы сами понимаете, что спрос большой. И чтобы привести в равновесие высокий спрос на деньги по низкой ставке, значит, вы должны кого-то полномочить эти деньги давать. Вы не можете всем дать деньги по низкой ставке. Даже Герасченко это понимал, что деньги нужно каким-то образом ограничивать. Но если ты даешь деньги по низкой ставке, то ты должен принимать решение, кому их давать. И все это делал Верховный Совет или Съезд народных депутатов. Они могли принять любой закон. И конфликт состоял между Ельциным и Сбулатовым. Отдельный был конфликт. Такой же личностный, что Хосбулатов хотел стать главным. Но структурно конфликт состоял в том, что не было разделение властей. Можно ругать Ельцинскую конституцию. Можно ругать, каким образом она была принята. Можно ругать указ 1400. Можно до Марковкиного заговения спорить, кто первым начал октябрьские события, кто первым выстроил. Но вот если мы проскочим под марта-апреля 93-го года к декабрю 93-го года, когда прошли выборы, мы понимаем, что Ельцинская конституция создала основу для разделения властей. С перекосом в сторону президента. Но тем не менее, законодательная власть была сама по себе, исполнительная власть была сама по себе и судебная власть была сама по себе. И пресса тоже была сама по себе. Вот эти четыре ветви власти. И у нас почему-то все забывают, что у Ельцина и у правительства Черномырдина уже с 93-го года никогда не было поддержки большинства в парламенте. У них не было фракции большинства. Потому что 93-й год вообще какая-то солянка непонятная, разбросанная. А начиная с 95-го и по 99-й год в Думе было левое большинство. Коммунисты, аграрии и всякие прочие они имели 50% плюс 1, плюс 2, плюс 3. У них было абсолютное большинство в Думе. И когда у вас есть президент, вот если левый и правый их поделить, президент с правительством с правыми взглядами, а большинство в Думе с левыми взглядами, то они каким-то же образом жили. Плохо, хорошо. Кризис 98-го года собственно и случился из-за того, что они по-разному думали. Но это было разделение властей. И говорить, что этого не было, это тоже неправда. Поэтому и вот это движение, там есть же очень известный случай, когда зам председателя Верховного Суда Российской Федерации отменил указ Ельцина где-то в 96-м году. Вы когда не слышали, чтобы в России суд отменял указ Путина? Нет. Значит, вот там коррумпированные суды, еще что-то. Но тем не менее зам пред Верховного Суда мог отменить указ Ельцина, потому что посчитал его незаконным. Вот. Поэтому, когда вы говорите, что вообще ничего не было, это неправда. Шел процесс строительства. Но просто это шло медленно. Ведь на самом деле самое, как вы сказали, у нас очень часто любят говорить, что было правительство Гайдара. У нас не было правительства Гайдара. Гайдар стал исполняющим обязанности премьер-министра в июне 92-го года. В декабре его сняли. А до этого момента Ельцин был премьер-министром. А у него еще был Бурбулес, который был первым вице-премьером и госсекретарем. Еще там была куча вице-премьеров. Правительства Гайдара как такового не было. Гайдар, там одна из его ошибок, о том, что он был и вице-премьером, и министром экономики с финансами. Он взял, объединил министерство экономики и министерство финансов и еще вице-премьерство на себя повесил. Но с такой работой справиться невозможно. Тем более, в этот период, когда нужно все там с колес решать. А кто отвечал за строительство демократических государственных институтов Российской Федерации? А непонятно кто. Вот если с экономической реформой мы можем говорить, да вот был Гайдар. А потом был Черномырдин, а при Черномырдине был Федоров. А потом появился Чубайс. Мы понимаем, что есть персоны, которые отвечали, которые были такими, лицом экономической трансформации. А кто был лицом политической трансформации? Ельцин? Да нет, Ельцин, он возглавлял весь, он за все отвечал. А я же начал с того, что при Ельцине шло строительство. Но не он рисовал этот каркас. Вот каким-то образом он не был, так сказать, он был символом, но он не был идеологом этого дела. Нет, там вы ошибаетесь. Там были дискуссии. Я заканчиваю. Я сейчас закончу. То есть, вот мой ответ на ваш вопрос, что у меня принципиально другая точка зрения. В 90-е годы при Ельцине шло строительство демократических институтов. Оно шло, может быть, не очень хорошо, а точно совершенно та демократия, которая была в 99-м году, те институты демократии, которые были в 99-м году, там не всех устраивали, но это было точно совершенно гораздо лучше, чем было в начале 92-го года, когда Ельцин пришел к власти. Когда он стал президентом независимой страны, а не президентом Российской Федерации в составе Советского Союза. Вот. Поэтому это был процесс. И говорить, что его не было, это неправда. Хорошо. Я разделяю ваш оптимизм. Давайте вернемся к 91-му году. Мне кажется, это ключевой момент, когда решался, решался, в каком направлении будет двигаться Россия. И были две концепции, ну, громко звучавшие, там было их больше. Концепция Гайдара и концепция Явлинского. Причем, Егор Тимурович тогда очень образно говорил, что Явлинский предлагает в два этапа перепрыгнуть пропасть, Григорий Алексеевич говорил о том, что Егор Гайдар совершенно не думает о народе. Для него это макроэкономическая схема, в которой совершенно не учитывается мнение и выживаемость народа. Я, как вы знаете, был на стороне Гайдара, Бурбулиса, и действительно считал, что надо перепрыгнуть в один прыжок, но собственно, шокотерапии то в общем тоже не было. Понимаете, была некоторая очень условная схема, которая реализована, которая учитывала в том числе и позиции, скажем, ну вот патриотов Рудского, Лужского. У них очень, они очень громко тогда говорили о недопустимости продажи России американцам, ее ресурсов, и в общем это приводило к очевидной изоляции. Ну, смотрите, давайте, я считаю, что идеологически, вот если мы возьмем условно 1 ноября 92-го года, 91-го года, когда еще правительство Гайдара, но Гайдарцы вошел в правительство 6 ноября, если я помню правильно, вот по состоянию на 1 ноября, там за неделю, за день до того, как Гайдара назначили, никаких разногласий о том, как делать реформу между ним и Явлинским не было. Были разные политические точки зрения. Григорий Алексеевич занимался вместе с Горбачевым попыткой сохранения союза, и был подписан экономический союзный договор, и шли какие-то постоянные переговоры, шли в том числе переговоры по внешнему долгу, я там, кстати, работал в этом комитете Камапупе по оперативному управлению, и тоже какие-то там переговоры вел, вот, то есть Явлинский стоял на стороне сохранения союза в какой-то форме как конфедерации, а Гайдар считал, что Россия должна идти самостоятельным путем, и в сохранении союза нет никаких, никакой необходимости. Вот, ну, то есть если все остальные согласятся идти вместе с Россией, то, может быть, мы и пойдем вместе, но, в принципе, Россия может идти в одиночку. И, соответственно, в отличие от Гайдара, у Явлинского план его действий на реформу был написан. Я же готовился, мне говорили, а давайте вот сначала было вот такое, это называется программа 500 дней, это лето 90-го года, где написано последовательность шагов. А потом летом 91-го года Явлинский вместе с Грэмом Алисоном написал в Бостоне вот это вот как окно возможностей, шанс на спасение совместной программы. И если вы почитаете программу и ту, и другую, то очень четко все написано. Либерализация цен, открытие экономики, приватизация и вот все-все-все. Вот ровно то же самое, что сделал Гайдар. Идеологически хотелось сделать Гайдар. Последовательность там. Та же самая. Слушайте, я же готовился, я же готовился, вот, читаю, шесть задач, которые Явлинский, он прямо пишет, что вот мы все это дело раньше написали в программе 500 дней. Шесть шагов. Первое, стабилизация макроэкономики. Второе, либерализация цен, ну, на самом деле, и рыночных сил, то есть, свобода торговли, развал плановой системы. Третье, частная собственность, включая сельское хозяйство, юридическая система, защита прав собственности. Потом идет приватизация, потом идет открытие экономики, и потом идет ограничение государственного вмешательства в экономику. Вот последовательность шесть главных шагов в бумаге Явлинского, которая написана. В отличие от Явлинского, у Гайдара такого текста не сохранилось, его не было. Да, потому что, я так понимаю, что там, возможно, были какие-то внутренние документы в правительстве, хотя вот есть такой электронный архив Гайдара, да, там нету такого плана действий, что делать, там все с колес. И можно обсуждать, почему у Гайдара не получилось, да, почему вот эта шоковая терапия, которая в Польше прошла за полгода и привела к тем результатам, которые хотели, в России не получилось. И это отдельный разговор, в том числе, вот там, мы начали говорить, да, что для того, чтобы провести шоковую терапию, нужно, чтобы правительство, власть, вообще-то говоря, контролировало и бюджет, и денежную политику. А правительство не контролировало Центральный банк. Центральный банк контролировался Верховным Советом. И Матюхинг сначала, а потом Герасченко еще в гораздо большей степени были на стороне Верховного Совета. Герасченко просто был сторонником Верховного Совета, да, в том плане, что денег нужно давать много. И все проблемы от недостатка денег. Да, вот, собственно говоря, как можно провести стабилизацию, макроэкономическую стабилизацию, если Центральный банк против этого, я не знаю. Да, вот, ни одного случая такого и в истории не было. Да, и дальше можно обсуждать, понятно, что и у самого Гайдара, у правительства Гайдара, да, там были свои ошибки, непонятные там для меня, 1992 года правительство контролировало экспорт значительной части сырьевых ресурсов. Да, это распределяло квоты на экспорт сырья, соответственно, забирало у предприятия 80% экспортной выручки, продавало эту экспортную выручку импортерам, кому считало нужным, по курсу, рыночный курс был там 120-150 рублей, они импортерам продавали по 20-30 рублей, вот, объяснили, и не хотели эту систему менять, да, то есть, вот, много, много ошибок было, я не говорю, что там, вот, и это все привело к тому, что, вот, 92-й год, он, к сожалению, шок был, терапии не было, да, а потом пришел Черномырдин, который два года обучался, да, вот, он проходил курс молодого бойца, да, он уже пришел красным директором, да, и я помню, как, не знаю, там, вместе с Борисом Федоровым мы там, боролись там, мы сидим, да, соответственно, правительство, там сидит, Лобов, Заверюха, Сосковец, Черномырдин, директора, которые хотят денег, да, это, и через два года, там, осенью 94-го года Черномырдин понял, да, причем на самом деле это случилось еще до черного вторника, черный вторник был в октябре 94-го года, а где-то в середине сентября 94-го года, там, ему удалось объяснить, да, что без стабилизации экономики, без подавления инфляции ничего хорошего не будет, вот, почти два года его учили, ММ произошла в июле, а кто? МММ, ну, нет, Черный вторник, это когда там 9-го, что ли, октября, рубль на 25% ухнул, немножко другое, вот, так, соответственно, да, шоковое, вот, грубо говоря, исполнение, исполнение реформы, команды, экономической команды Гайдара в 92-м году было плохим, да, но это не означает, что у Явлинского и у Гайдара были разные планы, просто Явлинский, после того, как Советский Союз развалился, оказался неуделан, стал политиком, а дело политика критиковать того, кто находится у власти, и нужно тут же найти, что он сделал неправильно, а искать, что он сделал неправильно, когда у него ничего не получается, очень легко, да, и поскольку пострадавшим, безусловно, было население от высокой инфляции, ну, значит, надо говорить, ну, что Гайдар неправильно сделал, Гайдар неправильно сделал, социальную защиту населения не отстроил, да, это так же, как Горбачев, там, вплоть до конца 91-го года, там, соответственно, еще у него, вот, один из последних разговоров с Бушем в декабре уже, они разговаривают, и говорят, вот они решили либерализовывать цены, но это же неправильно, надо сначала нарастить производство, чтобы сбалансировать рынок, вот, ну, вот Игорь Григорьевич говорит, что надо было сначала заняться социальной защитой населения, как можно заниматься социальной защитой населения, когда у него деньги есть, а товаров нет, объясните мне, да, ну, можно еще денег напечатать, еще кому-то раздать, вот, поэтому, по замыслу того, что нужно делать, между Гайдаром и Явлинским никакой разницы не было, но один делал, и у него не получилось, а второй, ну, так жизнь сложилась, что он не делал, но он был политиком, он стал критиковать того, у кого не получилось, поэтому это другая история. И тем не менее, мы с вами вот эту тему не затронули, Гайдар и патриоты, изоляционисты, Лужков, Рудской, Лужков ведь фактически организовал собственную модель экономическую в Москве. Подождите, смотрите, сейчас я понял, в 92-м году Лужков был на стороне Ельцина, и в 93-м году он был на стороне Ельцина, и экономическая модель Лужкова, это уже там 94-й, 95-й и дальше года, поэтому это, наверное, неправильно, вот ставить Лужкова и там, условно, Рудского на одну доску. 92-й год, это была борьба, ну, условно говоря, реформаторов, команды Гайдара и красных директоров, которые понимали, что жизнь меняется, у которых госзаказ уходил, у которых их положение как хозяев жизни исчезало, да, и это, соответственно, вот там, занимался этим, в том числе, там, Российский союз промышленников предпринимателей, где я работал, в главе которого стоял Вольский, да, и там был Гражданский союз, в главе которого стоял Владиславлев, и вот эти вот красные директора, и Черномырдин, кстати, туда принадлежал, да, к этой же группировке, и вот была борьба красных директоров за сохранение своего места в политической элите страны, а сохранить место в политической элите можно было только тем, что получить от государства деньги и заказы, сохранение госзаказа, сохранение кусков старой системы, да, и там и 92-й, и 93-й, я думаю, что даже 94-й год, да, это вот шло бодание между реформаторами, теми, кто хотел, там, стабилизация экономики, и теми, кто хотел сохранить свои позиции за счет денег, а сюда же относятся, там, не только вот эти красные директора, сюда же мы можем отнести аграрные лобби, да, вспомните этого депутата Кулика, который сказал, что Россия должна кормить своих крестьян, а сюда же относится все, что связано с северным завозом, а сюда же всякий национальный фонд спорта и русская православная церковь, которые получили, там, льготы на беспошлиный импорт алкоголя и табака, то есть было огромное количество людей, которые хотели, вот, что называется, оторвать себе кусочек и место под солнцем, вот, модель Лужкова, она появилась уже позднее, да, у меня все-таки, я думаю, что где-нибудь там, как раз она, я думаю, что она стала результатом того, что в России, вот, собственно, вот эта вот раздача денег закончилась, и начиная там с 95-го года потихонечку, 95-96-97, да, это вот макроэкономическая стабилизация, и, собственно говоря, в этот момент, да, там, и жизнь стала налаживаться, как только инфляция начала снижаться, как-то экономика начала потихонечку дышать, и структурный спад закончился, и вот в этот момент Лужков начал, там, выстраивать, какие-то свои отношения, да, опять, ну, смотрите, можно там ругать модель Лужкова, но ведь на самом деле это означает следующее, что глава региона имел, да, регион назывался Москва, но у него были полномочия, да, проводить какую-то там автономную, в какой-то степени экономическую политику, что-то стимулировать, что-то ограничивать, то, что он там делал, это плохо, то, что он делал, это коррумпировано, то, что он делал там в интересах, ну, но тем не менее, вот мы говорим, что вот было или не было движение к демократии, но если губернатор мог что-то делать, ну, это как в Америке, да, там, в одном штате у вас минимальная зарплата 7,50, а в другом штате минимальная зарплата 22,50, ну, доллара, ну, ничего, живут же люди, правда, никого как-то вот, никто же не возмущается, что, что это такое, они себе позволяют, вот, поэтому, опять, можно разбирать экономическую модель Лужкова, но это все-таки, мне кажется, что уже позднее, да, это не 92-93, это не начало реформы. Но для меня Лужков, это, знаете, такой принципиальный, концептуальный вопрос, это развитие изолированной экономики или открытой экономики. Лужков, это барьер, который был установлен для, ну, очень крупных компаний, которые занимаются, занимаются там американскими, американских компаний, real estate, они не пришли на рынок Москвы, хотя рынок, емкость рынка была огромной, и они могли появиться, и строительством, реконструкцией Москвы занимались, никому не известные компании, во главе с какими-то бандитами, ну, компаний, в которых доминирующее влияние было у самого Лужкова. Вот. Вы знаете, да. Константин Владимирович, смотрите, мне кажется, что у нас сейчас идет какое-то смещение во времени, я в начале 2000-х годов, там, с 2000-го по 2004-й работал у Потанина в интерросе, Потанина с Прохоровым, и там одна из моих, там, кусков работы, это были переговоры с AIG, вот, американская страховая компания, у которой есть огромный real estate. Где-то к году в 2002-м мы с ними вели переговоры, потому что они выходили на рынок России, да. И это сам 2002-й, я специально обращаю внимание, когда это было. Вот. А предположить себе, что иностранцы могли прийти в Россию, где инфляция составляла, там, 10-20% в месяц, ну, нет. Ну, послушайте, они не готовы были к этому. И да, я не хочу защищать Лужкова, то, что Лужков проводил политику, что называется, ограничение доступа даже российских инвесторов, даже российских бизнесменов на московский рынок, это все правда. То, что у Лужкова было огромное строительное лобби, которое закрывало вход, там, для кого бы то ни было, и главным бенефициаром была Батурина, а это что там, Чигиринский, и дальше по списку. Да, все это правда. Но вот иностранцы в 90-е годы, их вообще, в принципе, в России было крайне мало, да, и там был Макдональдс, была Кока-Кола, то есть то, что давало быструю отдачу, где можно было выйти на деньги населения и не связываться с государством и со всякими посредниками. Там можно было построить завод по производству Кока-Колы где угодно, да, там хоть, не знаю, посередине сибирских болот, ну, возить только далеко. Но, в принципе, это не очень важно было, это ни от кого не зависит, мы построили же, не в Петербурге, а за пределами города, да, уже, что называется, на окраине. Вот, поэтому я не хочу защищать Лужкова, да, то есть я все, как говорится, всю критику готов с вами разделить, но просто, как сказать, истинно ради, надо сказать, что там до 90, ну, собственно, там получается так, да, что инфляцию уже подавили, там, в 97-м году, а в 98-м уже случился кризис, да, и, конечно, вот все там основные инвесторы, они начали приходить в Россию, там, 98-й плюс 3 года, там, в 2001-м, да, 3 года, это вот когда инвесторы смотрят, что происходит после кризиса, страна выправилась, ну, значит, можно возвращаться, да, и вот по большому счету, иностранцы, которые, ну, вот в Real Estate особенно, да, они пошли в Россию, где-то уже в начале 2000-х, но это же была другая страна, другая экономика, да, поэтому, да, ну, кстати, и Лужков и продолжал закрывать доступ, да, ведь на самом деле, вот основная, основные стройки Лужкова, и основная, там, вот весь этот Ресинский строительный комплекс, вся эта, мафия, это уже 2000-е годы, я не помню, что в 90-е годы была какая-то большая стройка в Москве. Нет, нет, Ресин поднялся как раз в 90-е годы, я сужу по его активности, знаете, в области культуры, он тогда превратился в такого спонсора культурных проектов, его очень любили, деятели культуры, фотографы, там, вот, Хайди Холлинджер, вот, хорошо, переходим к следующему этапу, Примаков, как предтеча Путину, значит, 95-й год, вы знакомы были с Андреем Владимировичем Козыревым? Да. Вот, это отстранение его от власти, очень красивый ход, когда он сделал заявление о том, что Россия, если вы помните, на совещании в Европе, Россия начинает изоляцию, вот, напугал всех, а потом сказал, что это была шутка, вот, приход Примакова, но это ведь начало Путина, вот, все говорят, Путин, Ельцин, Путина, там, допустил, но Ельцин допустил Примакова, а Путин, это, ну, следствие, вот, прихода к власти, там, старой школы чекистов, с Примаковым, и новой школы, с, Путиным. Я не согласен с такой трактовкой, смотрите, ведь Примаков при Ельцине, первое, ну, там, до 96-го года, когда он стал министром иностранных дел, он был руководителем СВР, службы внешней разведки, он, что называется, не от, как говорится, не с неба свалился, да, и не из подвала его вытащили, он был человеком, который имел доступ к Ельцину, и он был человеком, которому не нравилась политика Козырева, политика сближения с Америкой, политика сближения с НАТО, выстраивания каких-то отношений, и он, Евгений Максимович, Ельцину медленно-медленно капал на мозги в этом отношении, да, вот, как только, как только появлялась возможность что-то ему там накапать, да, сказать, что Козырев где-то прокололся, здесь вы там, Борис Николаевич, не обратили внимания, как Клинтон вас развел, вот, и Евгений Максимович очень долго и уверенно этим занимался, и, собственно говоря, опять, не хочу все сводить к тому, что, там, Примаков такой классный царедворец, да, или там Козырев где-то ошибся, то выступление, про которое вы говорите, это, по-моему, 93-й год, может, даже 92-й, то есть, это сильно до этого дело было, вот, но, действительно, Клинтон несколько раз Ельцина обманывал, то есть, обещал, не делал, да, и в какой-то момент у Ельцина чаша терпения, она переполнилась, там что-то опять случилось, мне кажется, что триггером стали как раз вот неудачные выборы 95-го года, когда сформировалось левое большинство в Думе, пара бы эти думские выборы, и, собственно говоря, а поскольку Козырев, он же был депутатом, в то время разрешалось, он в 95-м году избрался, и, типа, Ельцин за него решил, что будешь ты депутатом, а не будешь ты министром, да, и поставил Примакова на эту должность, то есть, Примаков, он был рядом, да, и по должности, ну, собственно говоря, нормально, да, когда мы же не удивляемся, что, там, директор ЦРУ Бернс, он выступает, там, одним из советников президента Байдена по вопросам внешней политики, ну, да, так жизнь устроена, так же, как и, там, руководитель СВР российской, он тоже выступает, там, одним из советников, да, президента, независимо, как, неважно, как у них фамилия, по вопросам внешней политики, он дает свою оценку внешней политики, вот, поэтому, то, что Примаков означал изменение курса, да, то есть, с моей точки зрения, как раз, вот, к этому моменту, к концу 95-го года, вот, уже пик, такой, пик дружбы, и пик, проекта по сотрудничеству, по построению, такого проекта, российско-американская дружба, партнерства, он уже был пройден, и очень важным моментом, почему он был пройден, в том числе, стала война в Чечне, да, вот мы ее как-то проскочили, и, я думаю, что вот поворотным пунктом, как раз по большому счету, была война в Чечне, потому, что, из-за этого, в России, и в окружении Ельцина, сильно укрепились спецслужбы, просто по долгу, по ситуации, да, укрепились военные, которые, называется, не штабные военные, да, и даже не министр обороны, а вот те, которые там, вооружение, там же возникла тут же проблема с ограничениями, вот эти фланговые ограничения по соглашению об обычных вооружениях в Европе, в общем, вся вот эта, все, что связано с Чеченской войной, оно сильно подвинуло окружение Ельцина в сторону антиамериканской позиции, ну, не то, чтобы совсем, не воевать с Америкой, но точно не сближаться, у нас разные интересы, и они нас не понимают, и Ельцин пытался объяснить Клинтону, что чеченцы, это бандиты, что там они убивают людей, да, но вот и внутри страны у него это не очень хорошо получалось, а тем вовне страны тем более, вот, и, соответственно, приход Примакова, он вот стал каким-то, ну, логичным в этом движении от Америки, да, от сближения к Америке, вот, но я, честно говоря, не вижу прямой связи между Примаковым и Путиным, и я думаю, что, ну, там, если бы в 2000 году президентом страны стал Примаков, ну, то точно бы он 25 лет не отсидел, да, то есть, вот точно бы, то точно бы в России произошла какая-то еще там пара раз смена президентов, то есть, вот там, вакханалии, когда можно сидеть у власти сколько угодно, ее бы не было, поэтому я не думаю, что Примаков был бы таким самым плохим исходом. Я думаю, что ключевая проблема, почему появился Пути, ключевым фактором, да, причиной, почему появился Путин, это такая стратегическая ошибка Ельцина, состоявшая в том, что он на протяжении вот всех 90-х годов, фактически там с того момента, еще в РСФСР в составе Советского Союза, он отказывался строить свою политическую партию. Он говорил, что я буду президентом всех россиян, да, и что вот у меня, и он, он не поддерживал Гайдара на выборах 93-го года, он не поддерживал Черномырзина, его там, как она называлась, по партию, уж не помню. Наш дом Россия. Вот, наш дом Россия, он от нее дистанцировался, да, и это, это стало одной из причин такого неудачного выступления партии на выборах 95-го года. Одним словом, Ельцин себя не ассоциировал ни с какими политическими силами. И в тот момент, когда он сказал, ну, и уже по состоянию здоровья было видно, что на выборы 2000-го года он не пойдет, и решение Конституционного суда выяснилось, что у него нет вот естественного политического преемника. У него нет политической партии, а еще в 98-м году он отставил в марте Черномырдина, который мог как-то рассматриваться, да, как политический преемник. И в результате выяснилось, что вот с весны 98-го года выяснилось, что место президента на выборах 2000-го года свободное. Свободное. Есть Ельцин, который уходит, который слабый, больной, и у него нет никакого наследника, ну, не считайте же наследником Кириенко, правда? Вот. И, собственно говоря, выяснилось, что вокруг Ельцина нет никого. Ну, Немцов? Немцова отставили. Немцова отставили уже к этому времени все. Разлюбил Борис Николаевич к этому времени и Немцова. Уже никого не было. И я как раз к этому подвожу, что когда, ну, где-то, наверное, это было начало 99-го года, ближайшее окружение Ельцина, которое мы привычно называем семьей, начали думать о том, что делать на выборах 2000-го, то, оглянувшись по странам, что они увидели? Есть Примаков, который премьер-министр, и который их явно не устраивал, потому что они считали, что Примаков это вот какой-то такой прокоммунистический реваншист, который развернет страну в другую сторону. Но он сильно оппонировал Ельцина тогда, очень сильно. Константин Анатольевич, я не хочу, я считаю, что Примаков был бы лучшим президентом, чем Путин. Но это другой разговор. Смотрите, я сейчас моделирую ситуацию, как подсмотрела семья. Итак, есть премьер-министр Примаков, и он нас не устраивает, и, 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 есть министр обороны, не помню, кто там был в этот момент, он тоже никакой, есть министр внутренних дел Степашин, есть директор ФСБ Путин, и есть министр железных путей и сообщений, железных дорог Аксюненко. И все. А, еще Бордюжа, секретарь Совета Безопасности. И выяснилось, что вокруг Ельцина есть вот эти люди, и из них надо выбирать. Ну, они и выбирали. Первым отлетел Бордюжа, да, ну, потому что, ну, совсем, вот, совсем, как рельс железнодорожный, нет, ну, короче, вообще невозможно, ни о чем. Потом отлетел Аксюненко, которого чуть было не несли в Думу, как председателя правительства, да, вот, попробовали Степашина, слаб оказался, ну, просто, абсолютно, все, после этого остался только Путин. да, стратегическое, то есть, мое объяснение, почему такая ситуация возникла, потому что Ельцин не создал себе политическую опору, вот, как партию, где можно было вырастить какого-то преемника, наследника, нормально, когда уходящий президент, там, кого-то из своей партии продвигает в качестве наследника, конечно, нормально, да, мы же не удивляемся, что там сейчас президентом является Байден, который был у Обамы вице-президентом, нормально, так во всем мире, да, политическая партия пытается продвинуть какого-то своего сторонника. У Ельцина не было партии, у Ельцина не было партии, и вокруг него оказались только вот те люди, которые подчинялись ему по Конституции, там, министр внутренних дел, директор ФСБ, из Китайского Совета Безопасности. И вот, если у них из трех нужно было выбрать кого-то, он выбрал. Ну, это очень старая болезнь. В 92-м году я попросил встречу Гальдара, и начал его уговаривать создавать политическую партию. Он меня направил к Пете Авену поговорить с ним, но тогда это и не получилось. Вот недооценка политического процесса, да, вы правы, Ельцин, конечно, совершил ошибку. Спасибо большое. Мы с вами не коснулись еще Рудского, его роли в этом процессе. Я понимаю, что она не очень велика, не очень длинна, и его заявление, его выступление против Гальдара, но они были смешными, конечно, полковник, который профессоров экономики называл мальчиками в розовых штанишках. Может быть, пару слов скажите, как вы оцениваете его роль в этом процессе? Мне кажется, что он вообще никакой роли содержателя не играл. И я сейчас не помню очень хорошо, как я эту тему давно пропустил, забыл. И ведь Рудской, как вице-президент у Ельцин, он появился таким конъюнктурным выбором. Что вот красивый мужчина, герой войны, герой Советского Союза, а функций у него никаких не было. Ведь по российской конституции, конституции РСФСР в составе СССР там и должности президента не было. То есть ее ввели. И полномочий у президента был из гульки этот самый нос. А у вице-президента вообще не было ничего. Ну, это была какая-то некая декоративная фигура. Став, получив статусное место, ну, как сказать, получив красивую должность, в которой есть красивое название, Рудскому захотелось тут же, как это, партия, да, и порулить. А ему рулить не давали. Ну, потому что ну, не считали его своим. Его никто не считал своим. Там, ни Гайдар, ни Бурбулис, ни Полторанин. Вот Рудской ни с кем не смог из них выстроить отношения с теми людьми, которые могли с ним чем-то как-то поделиться. Да? И в результате выяснилось, что спрос на Рудского возник только у Хасбулатова. Ну, вот, собственно говоря, Хасбулатов им хорошо воспользовался. И при этом я понимаю там позицию Хасбулатова, да, который бился за власть, который действительно, ну, то есть, если, как это, абстрагироваться от политической ситуации, от интересов России, то у председателя Верховного Совета были свои, как сказать, права требовать власть. Потому что по конституции, которая бы существовала, Верховный Совет, там, Съезд народных депутатов был вершиной власти, и они должны были рулить. А рулил почему-то Ельцин. Вот Хасбулатову хотелось все сделать по закону, как Путину сейчас. Вот. И, собственно, Хасбулатов бился за то, чтобы буква закона и жизнь совпадали. Да? А Ельцин и его команда считали, что буква закона, которая написана, написана в другом государстве, в другой исторической эпохе. Ее нужно изменить. Разделение властей нужно ввести. Вот. Поэтому Хасбулатов взял Рудского себе в союзники, как вот усиление своей команды, да, которую, опять-таки, использовала чисто декоративно. Что вот у меня есть вице-президент, мы объявляем Ельцина как свергнутым, и поэтому вице-президент встает на его место. Но никакой самостоятельной роли Рудской не играл. Он не был самостоятельным игроком. Его просто использовали, поматросили и бросили. Хорошо. Спасибо большое, Сергей. Очень содержательно. Много информации. Вот. Я выложу этот ролик завтра. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч. До свидания.